Не плачу И перед кем же мне извиняться, мне уступают я не в силах отказаться И даже мой талант, и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей Берегит мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей И согласитесь, какая прелесть, на веном яблочко попасть почти не целять Алиный взор на порт, изящный поворот и прямо в руки запретный плот Он наслаждением скользит по краю Замрите, ангелы, смотрите, я играю Моих грехов разбор оставьте топоры Вы оцените красоту игры Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей Белее мой мороз такой одинокий на фоне стальных кораблей Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто И, кстати, может быть, что от забот моих я посетею раньше остальных Но я не плачу и не рудаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю И, кстати, может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей Белее мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! Вот и начался новый учебный год Школьники отправились навстречу знаниям, а для большинства родителей Снова актуальным становится вопрос успеваемости ребенка А ведь настроение и желание учиться зависит от многих факторов В том числе и от качества питания Каким должен быть рацион школьника и какие новые формы организации питания Сегодня применяются в учреждениях образования нашего региона Об этом и не только говорим сегодня Вместе с гостями студии самое время их представить Специалист по организации питания в учреждениях образования Гомельской области Тамара Корницкая Добрый вечер, Тамара Никонова Добрый вечер! Заместитель директора Гомельского городского комбината школьного питания Александр Малашенко Александр Иванович, рады видеть Добрый вечер! Директор средней школы номер 21 города Гомеля Инесса Карпина Инесса Эдуардовна, здравствуйте! Добрый вечер! И заведующий производством школьной столовой средней школы номер 15 города Гомеля Геннадий Пузиков Геннадий Леонидович, добрый вечер! Добрый вечер! Итак, уважаемые гости, какое внимание школьному питанию сегодня уделяется в нашем регионе? Вопрос организации питания учащихся в общеобразовательных школах очень важный И в то же время он сложный как для родителей, так и для педагогов Сегодня в районах создана межведомственная комиссия, которая регулирует и отвечает за организации питания учащихся Мы за то, чтобы питание было качественным и безопасным Если сбалансированное питание будет в школах, выполняются будут санитарные правила и нормы учащимися и педагогическими коллективами Это будет сказываться на здоровье ребенка, будет здоровый ребенок Кроме того, если здоровый ребенок, значит и качество обучения будет гораздо выше То есть, Александр Иванович, на должном уровне осуществляется вот этот контроль и работа Сегодня на должном уровне осуществляется производственный контроль в наших учреждениях образования на пищеблоках Как со стороны технологической лаборатории, так и со стороны администрации школы Существуют советы по питанию, существуют брокеражные комиссии, которые ежедневно осуществляют качество и безопасность питания учащихся Ведь это и продукты, и санитарные условия в пищеблоках, верно? Очень много нюансов Сегодня контроль за питанием очень много зависит от директора школы И для этого, наверное, был создан в области наш совет по питанию В который вошли и директора, и заведующие садиков И мы помогаем, наверное, не наказать директоров, а показать, где замыленный глаз уже у человека И он не увидел те ошибки, которые у него есть Так, например, придя в другое учебное заведение, естественно, я могу увидеть то, что не увидел директор А где-то и поделиться своими наработками И поделиться, да, и своими наработками тоже поделиться Всегда мы охотно проводим семинары и общаемся друг с другом И делаем все для того, чтобы действительно контроль за питанием стал действительным И все же такое емкое определение нормы питания Что вкладывают специалисты в эту фразу? Работа проделана достаточно большая Нормы питания, они какие? Нормы питания разрабатываются в Министерстве здравоохранения Согласоваться с Министерством образования и финансовым Потом утверждается постановлением Совета министров Зависит от многих факторов А первое, это там, где проживают дети На какой территории загрязненный уровень загрязненный учитывается Учитывается еще пробывание в школе Количество часов, сколько ребенок пребывает в школе Кроме того, еще есть возрастные группы Которые для одних, для меньшей группы 6-10 лет Одного возрастного питания Для 11-13, второе И для старшей группы совершенно другое То есть для каждого возраста свои нормы То есть для каждого возраста свои нормы определяются В первую очередь, нормы в чем заключаются? Это внешний вид? Нет, нормы заключаются в том, в потреблении продуктов питания Это и есть нормы питания Сколько надо на сутки хлеба и при одноразовом питании При двух, при трехразовом питании Хлеба, овощей, мясных продуктов, молочных, фруктов, соков Геннадий Леонидович, нормы питания это, конечно, хорошо Детки об этом, конечно же, не думают Но когда приходят в столовую, хотят видеть красивое блюдо В этом плане тоже работаете достаточно кропотливо? Мы стараемся вложить в душу, чтобы блюдо всегда было теплым, горячим Недопустимо, чтобы оно было холодным Если приготовить какое-нибудь другое блюдо, то бишь некрасивое Если сделать тот же котлету, как и бештекс, то он будет кругленький, красивый Его даже будет аппетитно скушать Но если он будет непонятной какой формы, то даже ребенок, видя на него, не захочет его съесть Хотя, конечно, мы понимаем, что речь идет не о питании в ресторанах, где штучные товары Это массовое производство Но задача, наверное, такая, сделать и массовое производство с изюминкой В первую очередь, в конце концов, приучить детей правильно питаться Вот этот вопрос, о котором сейчас будем говорить Специалисты бьют тревогу Ведь современный школьник чаще всего питается перехватами, перекусами Это те же чипсы, булочки, гамбургеры Есть такая проблема, что приводит к различным заболеваниям впоследствии Да, гастритам, язвам и даже ожирению Мы сегодня работаем над культурой питания И оформлением, интересным оформлением с элементами карвина блюд Чтобы завлечь учащихся, чтобы это блюдо было съедено до конца Кроме того, вот членами Совета областного по питанию Когда проводим монитор, выясняется то, что действительно, да и еще Допускается реализация продуктов с мучных изделий, которые имеют высокий уровень жира Это и сосиска в тесте, это и пицца, и смаженка, и те же самые чипсы, которые употребляют детям питание К сожалению нашему, что многие родители и дети не знают, что употребление таких продуктов Приводит их к заболеваемости органов пищеварения Над этим мы работаем Для этого в школах проходят дни здоровья, недели здоровья Проходят беседы, классные часы Выступают медицинские работники Чтобы донести и культуру питания, и качество, ток, и калорийность Буквально все сказать о том, какое полезное питание Самое полезное зачастую и не самое вкусное, как быть здесь? Наши дети создают видеоролики И мы задаем такую тему Вот расскажите, например, о салате вкусно Создают видеоролики, мы эти видеоролики показываем в столовой У нас есть свое школьное телевидение И поэтому, наверное, дети прислушиваются лучше к равному Когда равный обучает равного К раввесникам, конечно А не то, что расскажем мы с вами Возвращаясь к теме с обоек Часто родители складывают ребенку Боясь, что ребенок все же не доедает в школе Но есть такая проблема, правда? Складывают тормозок-то об этом Как вот стоит ли реагировать на это? Может быть, уважаемые специалисты Давайте где-то и успокоим наших родителей Достаточно ли питания в школе Чтобы ребенок наедался Необходимо, нужно ли складывать? Если ребенок не держался в школе То у нас есть буфеты для этого В буфетах часто продается продукция Мы предлагаем и салаты детям И докупить что-то И молочные продукты Конечно, это будет горячее И по санитарным нормам Сейчас во всех столовых школьных стоит микроволновка Где можно разогреть Поэтому родителям, наверное, не стоит беспокоиться И все же буфет в то же время большое искушение Александр Иванович, допустим, у ребенка Приличная сумма карманных расходов Пирожок, еще один пирожок и третий А потом мы говорим про ожирение Ну, мы работаем И наши работники стараются Объясняться нашим детям Что в буфете продается Только полезная продукция Мы предлагаем зефир Предлагаем мармелад Продается гематоген Овощи, фрукты Да, тот же шоколад в разы полезнее, чем булочка, правда? Да, да Поэтому Наши коллективы работают над этими Чтобы дети кушали только полезную пищу Хотя, что говорить про булочки Я вот сейчас говорю И вспоминаю смаженки в своем школьном буфете Или слоеные язычки Какие они были вкусные Было-было дело Но сейчас вернемся все же к рациону школьников Кто и как формирует вот тот самый рацион школьников? Комбинат школьного питания Разрабатывает Примерно двухнедельный рацион питания Согласовывает этот рацион с санитарной службой Учитывая сезонность Физиологическую потребность ребенка И возрастные группы учащихся Итак, сбалансированный обед в школьной столовой Как он должен выглядеть? И что туда должно входить? Обязательно салат Обязательно первое Второе И третье Ну, подразумевает Второе это мясное с гарниром А третье это напиток Либо сок, либо чай Либо какой-нибудь напиток Наверняка отслеживаете Детки всегда съедают большую часть порции Многие родители не приучили детей Чтобы они кушали салаты В основном это относится к малышам Когда ребенок приходит в школу И он видит еду То в основном салат они не с охоткой кушают А в основном налегают на горячее На то же самое питье, компотик или чай То есть где-то даже приходится и уговаривать Да, и все это опять работа директора И работа учителей Благодаря им мы работаем То бишь они разговаривают с детьми Рассказывают им о полезности этой еды О полезности салатов Сколько там витаминов Что после его употребления салата Они насыщают свой организм И сильно они не хотят после обеда Идти в буфет И тут же покупать булочку и смаженку Кстати говоря о витаминах Особое внимание им в рационе школьников Какое количество в среднем Витаминизированных продуктов Рассчитано на одного ребенка К примеру в день Ну в день ребенок должен съесть 400 грамм овощей и фруктов Это вот сколько? Так чтобы мы понимали Что это за порция? 400 грамм? Ну 400 грамм это может быть Вот чтобы вместилось в ладошку В две ладошки ребенка То есть по большому счету немного Но как говорит моя бабушка Витамины прыгают Да, да, да Ну в наших столовых Проводится ежедневная витаминизация блюд В рацион питания ежедневно Включаются овощи, фрукты, соки Поэтому я думаю, что ребенок в школе Получает должное количество витаминов Школьные обеды сбалансированы По питательным веществам Это включает в себя белки, жиры, витамины, минеральные вещества Очень важно, чтобы рацион питания Обогащался большим ассортиментом продуктов Который включает мясо, рыбу, мясо птицы, морепродукты, овощи, фрукты, соки, молочные продукты Отдельная тема для разговора Питание дошкольников Тамара Никаноровна Какие здесь подходы? Подходы совершенно разные И немножко усложнены тем, что Дошкольный возраст читать не умеет, писать не умеет Семьи более тяжело работать Только работать можно на картинках Мы немножко унедряем в нашей области альтернативное меню То есть меню, скажем так, как в школах говорят, по выбору, а тут альтернативное Чтобы ребенок хотел Некоторые дети хотят мясо, другие хотят рыбу А третьи вообще не знают, чего они хотят А третьи вообще не знают Поэтому это большая работа именно у дошкольных учреждений Которые проводят и воспитатели, и заведующие, и медицинские работники Для того, чтобы изучить спрос этого ребенка И чтобы он именно скушал все то, что ему сегодня нужно Столько и калорий, и чтобы по деньгам было, совпадало И, собственно, детям это очень нравится Но вот чаще всего, я так понимаю, родители делают выборы за ребят Нет, и дети Если положить две картинки Допустим, давайте возьмем фрукты Фрукты нарисованные и груша, и яблоко, и слива И положить перед ребенком И сказать, что ты будешь сегодня кушать, что бы ты хотел Обязательно ребенок покажет, что я вот это пальчиком хочу В нас это хорошо внедряется у некоторых дошкольных учреждений Но это новшество, как обычно новое новшество, оно продвигается с трудом Есть большие препятствия Но детям это нравится И это главное Еще один немаловажный вопрос, волнующий, в первую очередь, наверное, родителей Оплата за обед Какое количество школьников в нашей области сегодня имеет возможность питаться бесплатно? У нас школьников вообще 151 тысячи 400 по области всей С них проживает на территории загрязнения 91 тысяча с половиной Остальные школьники проживают на чистой территории Чистой территории питаются дети за счет денег местного бюджета Из них, из 60, которые на чистой территории проживают Около 30 тысяч питаются бесплатно Есть у нас многодетные семьи, которые освобождаются от платы за питание И получают одно двухразовое питание по решению райисполкомов Это, можно сказать, большое подспорье Можно даже привести такой пример Вот сегодня, разговаривая с одним из начальников отделов области Говорит, приехала в школу И полная школа ребят спрашивает Когда будет питание? А чего вы пришли в школу? То есть есть такая категория детей Которая сегодня, можно сказать, что ждет 1 сентябра Чтобы наконец полноценно покушать Другими словами, питание в школах И вообще тема сегодняшнего разговора Несмотря на то, что с виду это такая легкая тема На самом деле, сверхважный вопрос Для многих деток прием пищи в школе Это по большому счету единственная возможность Правильного питания И сбалансированного питания в этот день Слава богу, не для многих, а для некоторых Ребята, мы с ними Я согласна еще с тем, что сегодня стремительный век И родители иногда не из-за того, что они не хотят приготовить обед Они иногда могут не успеть Все мы заняты на своих работах И так далее И поэтому позавтракать и пообедать вовремя Не каждый ребенок успевает И за счет того, что он это делает в школе Соответственно, он бережет свое здоровье Александр Иванович, вот интересно Сколько поваров, какая армия поваров Сегодня обслуживают столовые города Гомеля? Большая команда? В комбинате школьного питания работает сегодня У меня 460 поваров Мы каждодневно проводим с ними работу технологическую Для того, чтобы они качественно и вкусно готовили блюда Для того, чтобы детки кушали Это не очень важно для нас Потому что, когда мы видим пустые тарелки Это залог нашей работы Геннадий Леонидович, наверное, кивает и согласен Конечно Чем будут чище тарелки Тем проще нам убираться за детьми Теми же самыми пустыми тарелками Я так понимаю, каждая школа Также ищет какие-либо Варианты для удешевления Вот этого процесса питания Я сейчас больше говорю О пришкольных участках Сельхозучастках Это, наверное, больше распространено в районах Тамара Некануровна, что скажете? Главное у нас сегодня в организации питания Еще один такой вопрос важный Что выполнение норм питания Те деньги, которые отпускает нам государство Недостаточно для выполнения 100% норм питания Поэтому сегодня учреждения районов Разрабатывают программы Под овощи Которые будут заложены Для пользования учебное время В столовой для детей Кроме того, еще Продукция выращена на прошкольных участках Спонсорская помощь Помощь шефов Хозяйств Промы и поставки Тесно идет сотрудничество с различными заводами Нашей области, да? Да, тесно сотрудничество с заводами Отдела образования спорта и туризма И с Ельским, Туровским заводом Все это позволяет увеличить норму питания на 20% Инесса Эдуардовна, Геннадий Леонидович Что скажете на этот счет? Как работа, ведется ли такая работа в ваших школах? Дело в том, что, например, в нашем школе Независимо от того, что она находится в центре города У нас есть сад свой фруктовый И мы работаем над этим вопросом Как все-таки яблоки возможно применить И груши, которые мы выращиваем Но мы еще не научились их хранить так хорошо Как, наверное, это умеют делать на районах Поэтому у нас все еще впереди Геннадий Леонидович? Ну, у нас по поводу яблок проблем никогда не бывает Наш комбинат всегда не закупает А всегда хранит яблоки И, в принципе, мы на неделе получаем по 3 раза завоз И они у нас хранятся очень хорошо И мы их релизаем практически сразу же Если нам комбинат... Мы заказываем яблоки Нам комбинат их поставляет И мы их же стараемся в этот же день отдать Чтобы они не залежались Своего огородика не имеете пока? Ну, у нас, скажем так, уже не маленькая, а большая И мы стараемся как можно быстрее Чтобы меньше было скоропорта И чтобы они получили хорошие, крепкие, негнилые яблоки Думаю, со мной согласитесь Безопасность превыше всего Контроль за качеством питания Что делается сегодня в этом направлении? Ну, в школах делается многое Созданы советы по питанию Созданы бракеражные комиссии Которые контролируют процесс качества на питание Завоз продуктов Сертификаты качества Но я думаю, что основное это Относится к комбинату школьного питания Они нам поставляют продукцию эту Александр Иванович Комбинат школьного питания работает Только напрямую с поставщиками и производителями Мы не работаем с посредниками Овощи мы получаем с наших хозяйств Яблоки мы получаем с фермерского хозяйства Яблоневый сад Мясо получаем с нашего мясокомбината То есть это проверенные поставщики Проверенные поставщики, да Контроль серьезный Да Мы все равно ведем ежедневный Свой лабораторный контроль За качеством входного сырья Также наша технологическая лаборатория Осуществляет контроль На пищеблоках За работой С соблюдением технологии Приготовления блюд Кстати говоря Про условия В которых работают повара На пищеблоках Знаем, что Инесса Эдуардовна В вашей школе не так давно Прошла модернизация Вашим сотрудникам Посчастливилась Они обзавелись новым пищеблоком С новым оборудованием Расскажите об этом Да, в этом году Мы полностью сделали ремонт пищеблока И приобрели новое технологическое оборудование Что это позволило моим поварам Я, конечно, узнаю в процессе этого года Но на что я надеюсь Я надеюсь на то, что Наверное, как и дома На сковородке, которую 40 лет Можно искусно приготовить Но хотелось бы уже и новые технологии Поэтому парконвектомат, который существует у нас Все новые жарочные шкафы, сковородки Это все новое И я надеюсь на то, что у моих поваров еще будет вкуснее Еще больше желания будет Дело в том, что мне повезло И коллектив мой в столовой работает Слаженным коллективом уже более 20 лет Поэтому я думаю, как все новое для них Может быть сначала и будет тяжело Но потом они оценят это оборудование Работы школьной и телевизионной студии прибавятся Ассортимент блюд растет Следовательно, и роликов станет больше Естественно, да Но, наверное, на одном технологическом оборудовании Мы не останавливаемся И новшество у нас есть в том Что в этом году мы будем собирать электронную заявку меню Что это такое? Мы знаем все, что в школах очень часто утром дежурные собирают Сколько заявочек нужно Или это через бумажный вариант Или просто говорят сколько Мы в этом году пойдем дальше И будем собирать через локальную сеть в школе И каждый учитель из своего кабинета Не выходя, отдает заявку уже сразу на пищеблок А наши повара и получают эту заявку Новое оборудование, в том числе новые формы В организации питания, Тамара Никаноровна Какие из них сегодня активно применяются в гомельских школах? Ну, надо сказать, что мы в республике первопроходцы По заказу меню по интернету Вот, по-моему, она расскажет вам Есть элементы шведского стола, шведский стол Есть двух вариантное меню, меню по выбору Очень много у нас новых форм организации питания В этом году мы приобрели до начала учебного года 200 единиц технологического холодильного оборудования Среди этих приобретенных Это нас радует то, что практически 80% школы города Параконвенкомат Этот аппарат позволяет, задает программу Позволяет выполнять различные технологические процессы Приготовления блюд Это и котлеты, это и пирожки Это и рыбу Которая не подгорит Не потеряет свой вес И диетически приготовленная Детям это очень нравится Нравится и поварам это Наверное, чтобы было более понятно Это элемент мультиварки только в большом объеме Мультиварка примерно на 500 школьников Да Ну и однозначно параконвенкомат сохранит пищевую ценность Что тоже важно о здоровом питании, сбалансированном мы уже говорили Знаем, особенно приходится по вкусу школьникам И белорусские блюда, которые также активно внедряют в школьное питание сегодня Да, у нас сегодня уже дни белорусской кухни Еженедельно практически проходят в каждых школах Дети с удовольствием кушают это все И довольны этим Ну вот что больше всего нравится сегодня школьникам? Какие блюда? Расскажите, может быть, драники Или наверняка вот узнавали Ну, блюда, я так понимаю, нравятся всем Просто один ребенок любит одно блюдо, а другое второе блюдо Но если говорить про национальную белорусскую кухню, то вот что в приоритете? Картошка Картошка – это такое объемное понятие Картошка с мясом, картошка с картошкой Сейчас скажу, еще запеканка картофельная То бишь детям на завтрак И также картофельная запеканка с мясом То бишь выбор очень большой Ну не зря мы белорусы, правда? Конечно, с удовольствием всегда едим все, где есть картошка Александр Иванович, знаем, что даже топ самых популярных среди школьников блюд Вы также когда-то составили? Ну, анализ наш показал, что существуют самые популярные и самые любимые блюда у школьников Вот мы составили такой топ самых любимых блюд школьников, которые мы и стараемся готовить им Не терпится узнать, что туда входит в этот топ Чащееся любит омлет, любит сырники, любит творожную запеканку, любит сосиски, картофельное пюре, куриные беточки Еще бы Интересно, что на первом месте На первом месте котлеты Котлеты Да, наши традиционные школьные котлеты Инесса Эдуардовна, знаем, что ваша школа стала первой, где удачно освоили новый метод Еще один новый метод Заказ меню по интернету Это очень интересно Расскажите об этом Как он функционирует сегодня? Как он функционирует? У нас есть свой сайт школы На сайте школы у нас есть кнопочка электронный дневник И гарант помог нам разработать, зайдя, родители у них у каждого есть свой пароль, на электронный дневник, зайти в электронное меню То есть, если хорошие оценки у тебя есть, то ты выбирать меню можешь? Нет, все могут И это касается старшеклассников? Это только старшеклассников Значит, у каждого есть свой пароль, и у родителей в том числе И они могут как вместе, так и просто ребенок зайти и выбрать из двух меню, предложенных на завтра, то, которое бы действительно он хотел скушать То есть, это делается каждый день? Каждый день, вечером, до 20.00, да Наш оператор снимает эти данные и потом подает в столовую А если вдруг заявка не поступила, допустим, кто-то забыл? Значит, дежурное блюдо Значит, ребенку было все равно, он не изъявил какое-то желание, естественно, это будет дежурное блюдо Без обеда он, естественно, не останется Насколько это пользуется популярностью? Родители очень часто не знают, что кушают их дети, что они выбирают И какие предпочтения в пище предпочитают Второе, это дает нам предложить ребенку выбрать и добиться того, чтобы отходов не было А очень важно, старшеклассники находятся в школе достаточное количество времени, соответственно, чтобы они все съели до конца Довольны не только дети, но и их родители Тамара Никаноровна, эту методику планируете распространять по всем школам? Это же замечательно? Да, мы планируем, некоторые школы уже работают, не только 21-я В Мозере 16-я школа работает, в Хойниках работает школа, есть эти И даже в малых населенных пунктах уже эти технологии, в принципе, существуют Здорово Да, это интересно, но только для учащихся старших классов Ничего, скоро учащиеся первых классов хорошенько освоят азы заказа меню, интернет они знают еще лучше, чем мы, и будут заказывать похлеще А если же школьник запросит заморских блюд, к примеру В этой связи вы тоже ведете работу, и уже появились некие такие изысканные блюда в школьном меню Да, комбинат уже разработал и предлагает в этом новом учебном году Несколько салатов с морепродуктами Предлагает новые горячие блюда, напитки и десерты Мы каждый год стараемся удивить наших школьников Мы разрабатываем новые блюда И сегодня мы хотим вам предоставить наши новые разработки Это салаты, горячие блюда и десерты Ох, звучит заманчиво Если бы телевизоры могли передавать ароматы, то сегодня во всех квартирах Гомельской области Были бы такие приятные запахи и ароматы, которые сейчас находятся в этой студии Итак, яблоки фаршированные творогом Вижу творожный изыск напиток, энергетический рыба Запеченная Александр Иванович Такое изобилие неужели школьникам будет предлагаться в этом учебном году? Сегодня новые наши салаты и горячие блюда будут предлагаться в средних школах 69, 61, 46 и 71 Для старшеклассников Как заработали такой бонус эти школы? Это просто экспериментальные проекты? Да, это экспериментальные проекты, над которыми работали наши технологи и повара Нужно обязательно продегустировать, чтобы понять Стоит ли предлагать это школьникам? 2016-й, пожалуй, единственный, по крайней мере, пока год, когда новое меню для школьников презентуется в эфире «Беларусь-4» Мой вопрос эксперту-профессионалу, он стоит выше всех, а значит, лучше всех видит Геннадий Леонидович, расскажите, что бросилось первым делом в глаза, на что обратили внимание? С чего стоит начать дегустацию? Ну, все блюда, как видите, приготовлены очень аппетитно Все хочется очень попробовать Ну, предлагаю начать с салатом, с холодного блюда Начинайте! Здесь сразу несколько видов Ну, вот, как говорится, новшество, вот этот салат, в нем уже есть морепродукты, то бишь, здесь уже кальмар И даже кальмары будут в 2016-2017 учебном году в школьном меню? Да За что, Катя, я люблю свою работу? Она дарит столько сюрпризов и вкусностей Мы все знаем, что ты любишь вкусно поесть, Саша, да, можешь приступать к своим любимым пирожкам, я не ошибаюсь? Да, любимое, одно из любимых моих блюд – картофельные пирожки С мясом, они могут быть и с грибами А я, пожалуй, вот, Тамара Некануровна, вы прям почувствовали, начну дегустацию с яблок Это и, 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 я так понимаю, и вкусно, и полезно, и даже не очень калорийно Тамара Некануровна, что выбрали вы? Творожник Творожник, это тоже полезное блюдо А я выбрала пудинг творожный Выглядит очень аппетитно Ну, вкусно Ну что, Александр Иванович, а вы по горячему, все верно? Да, второе блюдо горячее – это рыба Я хочу, чтобы наши дети все кушали рыбу, потому что она полезна и богата минеральными веществами Те же, кто еще не начал ужинать, приятного аппетита, желаем мы и студии телеканала «Беларусь-4» Ну, и мы уверены, что после такого вкусного, сытного обеда Школьникам очень захочется в припрыжку спешить к новым свершениям и достижениям Я просто в этом уверен Спасибо за этот интересный разговор Спасибо за эти вкусные блюда И доброго вечера вам и вашим близким И вашим близким Спасибо 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 Ну, а мы продолжим Это программа «Добрый вечер, Гомели» мы продолжаем От питания школьников к досугу во внеурочное время Чем занять свое чадо после уроков? Вариантов немало По крайней мере, в нашем городе уж точно Я бы предложила отправиться в первый в Гомели контактный зоопарк Что это за место и какие обитатели его населяют, узнаем прямо сейчас У нас в студии администратор контактного зоопарка Татьяна Хорошко Татьяна, добрый вечер, представьте нам вашего четвероногого друга Татьяна не одна Я не одна, со мной наш питомец, еночка, волоском Бэби Бэби, привет Привет Добрый вечер, добрый вечер Ой, глянь, лапку подал Добрый вечер А со мной, Бэби, поздороваешься? По-моему, он еще не освоился, точнее, она в нашей студии Я думаю, у нас все впереди Мы так долго к вам добирались, что Бэби проголодалась Мы немножко перекусим тут у вас, хорошо? Конечно Мы только за Тем более, что в первой части программы говорили про питание Мы же перекусили Что любит Бэби больше всего? Ну, сушки и вот банан Ну, как мы видим, она такая непоседливая Всегда она так себя ведет? Или только в незнакомых местах? В незнакомых местах Она обычно спокойная Ой, как вкусно! Саша, не отвлекай от еды человека Точнее, енота Татьяна, такой формат, как контактный зоопарк Все больше набирает популярность в Беларуси Гомель не исключение Расскажите, как пришла идея организовать контактный зоопарк в нашем областном центре? Ну, жена нашего директора была в Киеве в таком зоопарке контактном И вот она решила попробовать открыть у нас То есть, я так понимаю, это ее впечатление в первую очередь Ей понравилось, она решила привнести это в наш город Да Другими словами, согласитесь, простым зоопарком уже сложно удивить гомельчан А вот когда ты можешь потрогать, пообщаться, покормить, вот это совсем другое дело Татьяна, как много людей было включено в эту работу, организовать зоопарк? Людей было включено очень много, потому что нужно было найти помещение Нужно было сделать вольеры, подготовить все к приезду животных Самих животных нужно было перевезти Поэтому людей было очень много, подбиралось Говоря про подбор персонала, ведь это очень важно, чтобы люди были с большим сердцем Чтобы они могли найти контакт с каждым из постояльцев, с животными Конечно, да Мы персонал подбираем Ну вот какими качествами должен обладать человек, чтобы с легкостью найти подход к животным? Первое, это, конечно, любовь к животным Без этого никак Терпение Нет, на втором месте, на самом деле, это ответственность Потому что очень большая ответственность Как за животных, так и за посетителей Поэтому нужны добрые и ответственные люди Не сидите на месте нашей Бэйби, нашему гостю Ну, естественно, студия-то у нас большая, хочется побегать, посмотреть, что у нас где, правда? Мы можем Бэйби отправить на экскурсию по телецентру, а может быть во второй части нашего разговора снова пригласить Татьяна, а как вы лично пришли в эту сферу? Расскажите об этом Я увидела, что подали объявления, что требуется работник, смотритель Ну и решила попробовать Посмотрела и поняла, что это мое Ну когда-то раньше с животными были связаны? По минимуму Домашнее животное какое у вас? У меня никакого Никакого и котика никогда не было? Нет, нету, потому что у меня вот Так, пока У вас их много? У меня их много, да Что больше всего нравится в этой работе? Больше всего нравится, во-первых, контакт с животными, вот такой непосредственный А еще больше мне нравится, что детки, которые не могут иметь дома животных домашних Вот они приходят к нам И некоторые боятся собак на улице, кошек А приходя к нам, они видят, что это животные, что с ними можно дружить Что они безобидные Да, и они очень много узнают Сейчас родители, к сожалению, сильно заняты многие И недостаточно дают информации своим детям Поэтому у нас они ее пополняют Ну и в первую очередь, это эмоции, те самые эмоции, которых многим не хватает, ребята Что касается вашей работы, десятки животных, любимчики есть? У меня есть У нас есть маленькая барашка, ей пять месяцев Она, ее все обижают, и поэтому вот она моя любвица Привет, барашки, передаем из студии «Беларусь-4» Мы плавно перешли вот как раз к обитателям зоопарка, да? Какие виды животных есть в вашем зоопарке? Видов много Есть сурикаты, хорьки, есть еноты, ежики, есть даже питон Павлины, сова есть, козлики, барашки, морские свинки, кролики А всего вот сколько насчитывает особей, да? Особей около сорока У нас почти все по парам А также много вот кроликов, морских свинок Татьяна, я вот так думаю, что раз говорим мы про контактный зоопарк И про контакт человека с животным Ну просто неправильно держать ежика в клетке Можно к нам на островок «Беларусь-4» пригласить этого прекрасного питомца? Как его зовут? У него пока еще нет имени Мы даем возможность деткам называть наших питомцев То есть каждый день у него новое имя? Нет, почему? Мы выбираем, какое подходит И потом оставляем его А это вот тот самый домашний ежик? Нет, это африканский ежик Ой, как у него бьется сердце Это прям, это действительно чувствуется Это ночное животное, поэтому сейчас вот он спит Сейчас у него время сна Саша, давай не будем его будить А может быть он поспит у нас на столе? Давай не будем его будить, просто поменяем место, скажем, дислокации Он отвернулся, забился В таком случае ты можешь продолжать его держать на руках А я, в свою очередь, буду продолжать общаться И будем общаться, чтобы не разбудить ежика Как мы его назовем? Саша Ежик Саша у ведущего Саши, отлично Татьяна, и все же вот нет ли опасности в таком тесном контакте с животными? Ведь не все они домашние Опасности нету, потому что наши сотрудники очень следят за тем Как ведут себя животные, как ведут себя люди Но у нас зверята, они все маленькие И они очень любят играться И вот даже бэби наша любит забираться по одежде Мы уже успели обратить на это внимание Вот, и может случайно задеть коготком То есть так вот может А опасности никакой не представляет А как ведете отбор животных? Вот какие-то наиболее популярные у детей Это может быть мультяшные герои, популярные сегодня Как этот отбор происходит? У нас животные, которые максимально близко находятся с контактами с людьми в контакте Допустим, те же еноты, которые, знаете, в Америке Если опасности или голодают, они же сразу идут в дом Это как у нас котики-собачки-хорьки Они очень одомашнены еще раньше, чем коты и собаки Сурикаты тоже в последнее время Люди их берут себе домой Это вообще становится модным, правда? Ну, наверное Расскажите про это Животное, я знаю, что сурикат Это практически главный герой Вашего контактного зоопарка Все к нему идут, все с ним хотят общаться Я знаю, что он собирался к нам на эфир На Беларусь 4 Но случилось непредвиденное Случилась приятная речь Наш сурикат забеременела Она будет скоро, мама совсем скоро Сурикаты, это да, это отдельные личности За ними очень интересно наблюдать Очень интересно Потому что у них матриархат Но при этом самец очень сильно обхаживает свою самку Он ее и моет, и облизывает Даже иногда ругает Когда она запрыгивает на свой домик Он не любит, когда она так делает И он ее ругает, наказает, загоняет потом в домик То есть такие настоящие человеческие отношения Мой приятель ежик спрашивает Почему про него ничего не рассказали Кстати, о нем, да Ну, ежики Ежики у нас африканские Они у нас мясоеды Мы их только кормим мясом Есть привыкшее такое Что ежики любят молоко На самом деле им молока лучше не давать Почему? Потому что там лактоза И она не переваривается И для ежиков это плохо То есть вот это миф, да? О том, что ежики любят молоко Да Ну, может, они и любят Но, допустим, как хорьки Хорьки едят все И растительность даже могут в природе камни есть Но при этом они это все не переваривают Они только хищники Для них нужно только мясо Слушайте, ест мясо и такое миниатюрное Такое маленькое Все дело в мире Татьяна, я вот думаю Ну, понятно, что ежик безобидный А с какими животными все-таки Общаться лучше в присутствии сотрудников зоопарка? Ну, конечно, это хищники Это лисы Это енотовидные собаки Еноты даже И хорьки Татьяна, наверняка не раз наблюдали За реакцией ваших маленьких посетителей Вот насколько они смело заходят в вольер к животным? Детки бывают разные Есть такие, которые забегают Ничего не боятся Прыгают с этими животными Играются А есть такие, которые боятся И мы, конечно, пытаемся с ними поговорить Когда надо взять на ручки Объяснить, что животные все не опасные Вместе гладим И у нас не было такого, чтобы ребенок ушел И не пообщался с животным Я так понимаю, для того, чтобы Быстрее расположить обитателей зоопарка К посетителям Вы предлагаете ребятам и девчонкам Предлагаете лакомства Которыми они могут угощать животных Конечно Потому что звери не знают С какой вы целью к ним приходите в вольер А когда вы им приносите вкусняшки Конечно, они же сразу понимают Чтобы вы с хорошими, добрыми намерениями И подпускают вас к себе Вот так только поманила А ежик ушел Кто все же из ваших обитателей зоопарка На ваш взгляд, самый популярный среди ребят? Самый популярный? Мы говорили уже о сурикате Да, о сурикате Но это все-таки остается, наверное, енот Но разные бывают случаи Приходили недавно женщины с ребенком Они зашли и, во-первых, вопрос был Где ваши барашки? Мы хотим к барашкам, да То есть уже слух пошел о том Что здесь какие-то эксклюзивные барашки Да Поэтому, ну, конечно, большинство просит за к еноту Наслышанная я о вашей сове Она действительно такая невозмутимая Сова у нас, да, она невозмутимая Но мы пока посетителей к ней не пускаем Сотрудники зоопарка, конечно, с ней в тесном контакте И кормим мы из рук уже ее Хотя раньше кормили как-то подальше, чтобы она своим клювом нас не задевала Ну, думаем, через пару месяцев будем уже и к ней пускать гостей Татьяна, а кого больше всего любят дети? А дети делятся на две группы Первая группа – это совсем маленькие, которые сразу бегут к кроликам и к морским свинкам Потому что они видят, что эти звери это маленькие Их можно пожмякать И покормить, особенно когда угощаешь морских свинок едой Они начинают очень сильно бежать И детей это очень радует А детки постарше очень любят барашков и козликов Потому что они очень активны Их можно погонять по вольеру И очень веселятся, особенно мальчишки Ну, давайте честно Наверняка животные иногда устают от такого обилия общения Тем более с детьми, которые в постоянном контакте желают находиться с ними Я думаю, что они просто работают сутки через двое Поэтому у них есть возможность отдохнуть Есть такой момент Но, естественно, когда мы видим, что животное устало, что оно уснуло Мы предлагаем посетителям зайти в какой-нибудь другой вольер И подождать То есть все-таки бережете, да, животное? Конечно, да Проходит какой-то период времени И животное просыпается И уже посетители могут к нему подойти Потому что посетители по три часа могут гулять Поэтому все успевают выспаться И хорошенько погулять потом Накануне передачи наши коллеги побывали в контактном зоопарке Давайте посмотрим, с кем они познакомились Субтитры подогнал «Симон» 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 Доброго вечера вам и вашим близким друзьям Доброго вечера, Гомеле!